Добрый вечер, друзья! Ночи! Добрый! Ночь! 10 июля 2024 года. Канал врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Платформа YouTube. Местное время. 2 часа 9 минут. Киевская и Московская. 3 часа 9 минут. А я, ведущий этого канала, врач-психиатр доктор Джордж Горбатов, зачитываю вам небольшой обзор статьи французского философа Муриера «Экстаз религиозного чувства». Вернее, не Муриер, а Мурисия. «Экстаз религиозного чувства». Это перевод этой статьи французского философа и обзор ее, краткий, сделан Юлием Айхенвальдом. А сама статья на французском языке, на языке оригинала, значит, напечатана в журнале «Обзор философии» номер 11 и 12 двух номерах за 1898 год. Сам же обзор на русском языке размещен в журнале «Вопросы философии и психологии». Книга 48. Москва, 1899 год. Обзор сделан, как я уже говорил, действительным членом Московского психологического общества Юлием Исаевичем Айхенвальдом. Итак, Мюрисия. «Экстаз религиозного чувства». Экстаз – проявление индивидуального религиозного чувства. Он характеризуется постепенным исчезновением всякого интереса к общественности. «Мне нечего делать во внешнем мире», – говорит благоговейно настроенный анахарет. Экстаз более сродни замкнутому одиночеству, чем апостольской деятельности. Самая существенная черта религиозного экстаза – это стремление к моноидеизму, к тому, чтобы душа была всецела и нераздельно поглощена одним образом, одной мыслью и одним настроением. Нормальными средствами подвижник экстаза не может свести к единству своего духа, овладеть разнообразием своего внутреннего мира, победить свои чувственные инстинкты. Он желает починить себя, свою личность чужой воле, отождествить себя с другим высшим существом, которое освободило бы его от страстей и ощущений и дало бы ему блаженство покоя. И вот он начинает с умерщвления своей плоти, которая развлекает и мешает сосредоточению. Он уничтожает эту плоть, потому что не в силах сделаться ее властелином. После этой отрицательной стадии религиозного воодушевления возникает другая, положительная, когда человек, подавив свое тело, фиксирует свою мысль на желанном единственном образе и употребляет страшные усилия для того, чтобы он не исчез, этот образ, чтобы он водворился навсегда. Чем духовнее аскетизм, тем более умерщвление чувственности отступает на второй план, получая смысл простого средства к достижению идеальной цели. Мистик постепенно теряет не только ощущение действительности, пред ним испаряются даже вызванные галлюцинации, он перестает различать пространство и время, и, познавая божество, он наслаждается «вечным теперь». В кавычках взято на вершинах экстаза личность обращается в одно чувство – в любовь. Вся религия кристаллизуется в этом чувстве, которого не сопровождают ни символы, ни догматы, ни размышляющее сознание. Всё поглощено любовью. Таким образом, если в начале мистического пути личность раздроблена, и её обуревает множество органических, чувственных, интеллектуальных тревог, то в конце его она как бы систематизируется и приходит к своему синтезу. Сначала слабый, религиозный момент захватил её абсолютно, и личность, как яркий и богатый комплекс разнообразных настроений, идей и желаний, стёрта и подавлена. Болезнь нерелигиозного чувства не гармонизировала личности, а привела её к регрессивной эволюции. Ну, вот такая вот, вот такая небольшая, такая небольшая статья французского философа и такой небольшой, на французском языке, и такой небольшой перевод и обзор, сделанный русским членом, действительным членом московского психологического общества Юлием Исаевичем Айхенвальдом. На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение. Уже поздно, пора спать. Всем полумощникам, полуночникам, как я, я желаю скорейшего погружения в сон и приятных сновидений. Прощаюсь с вами. До следующих встреч в щенях, стримах и консультациях. Доктор Джордж Горбатов желает вам крепкого сна и приятных сновидений. До свидания. Спокойной ночи. Доктор Джордж Горбатов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok